Всем привет! Я не часто снимаю такие видео стационарные, также в принципе не часто снимаю видео, но сейчас, в период, когда мы все вынуждены сидеть дома, я решила снять видео, на которое вообще очень долго не решалась. Дело в том, что я очень люблю смотреть подобные видео на YouTube, их не так много именно на русском YouTube. Это коллекция сумок. Я тот человек, который просто обожает сумки, и это у меня с самого, не знаю, могу сказать, что детства, потому что я очень любила всякие сумки, такие некачественные, не кожаные в детстве мои были, но я обожала покупать новые сумки, у меня было их немало. Сегодня я расскажу вам о своей коллекции сумок. Могу сказать вам то, что я не совсем довольна своей коллекцией в плане цвета. Для меня большинство сумок это не базовые модели, не базовые цвета, но я их, правда, все очень люблю, я все использую сумки, поэтому я буду вам постепенно рассказывать. Видео будет не коротким, а длинным, так что заранее извиняюсь, но надеюсь, что видео получится интересным. Поехали! Самая моя первая сумка более высокого класса была от фирмы Michael Kors. Мне ее подарила мама, мы ее покупали в Минске. Эта сумка у меня есть и сейчас. Единственное, нюанс, она сейчас не со мной здесь, в Москве, а осталась в моем родном городе, в Беларуси. Но она в прекрасном состоянии, я ее очень люблю, и когда приезжаю домой, я ее использую там. Дальше сумка, которой у меня сейчас тоже нету, это Michael Kors также, Jet Set, такая черная сумка. К сожалению, тоже сейчас я ее не ношу, у нее появились некоторые нюансы на ручках, и эта сумка досталась моей бабушке, она ей пользуется с удовольствием. Но у меня сохранилась также одна из первых моих брендовых сумок, это бренд Ребек Каменков. Эта модель называется 5-Zip, она уже не выпускается брендом, но я ее нашла на ebay. Когда я ее покупала, это было где-то в 2016 году, это был мой подарок на день рождения от мамы. Я ее нашла на ebay. Вот, в принципе, она очень базовая, я считаю, что эта сумка одна из самых базовых в моем гардеробе сумок. И она очень красивая, мне она правда очень нравится. У нее есть... Я все сумки, в принципе, которые не ношу на данный момент, снимаю с них ручки и ставлю их, чтобы все не залагивалось. У нее длинный ремешок и есть маленький нюанс. Вот это вот ремешок, тут есть заклепочки, это плечевой ремень. И за него очень-очень здорово цепляются волосы, выдираются. Правда, сейчас тут даже уже не... ну я все вытягиваю, но очень-очень сильно вытягивается. Так что нужно собирать волосы в хвостик или как-то осторожно, да, то есть если там ты вешаешь сумку на плечо, осторожно, чтобы не задеть, потому что на самом деле это больно, это совсем неприятно. Вот я помню, что на момент покупки она стоила 190 долларов, это была просто огромнейшая сумма, но я правда очень люблю эту сумку. Следующая сумка это Коченелли, модель B14, мини. Купили мне ее родители как бы на выпускной вечер в школе, но так получилось, что я пошла на выпускной вечер с другой сумочкой от Зары. Сейчас мне также, к сожалению, нет, я ее бабушке подарила. Но эта сумка просто очень удобная для всяких выходов в кафе, на прогулку. Она правда очень вместительная, хоть и небольшая. Тут также есть плечевой ремень, я ее так чаще всего и ношу. Она прекрасно выглядит как кроссбоди, именно вот этот вот размер, потому что более большая, мне больше нравится вот так, как она носит. Еще одна сумка из более недорогого сегмента, это Коуч, вот такая модель. Появилась она у меня сравнительно недавно, в прошлом году, летом. Я выбирала между вот такой вот окантовкой коричневого цвета, также рассматривала белая. Белая кожа здесь была, но в принципе мне все посоветовали, и мама, чтобы я купила вот такую расцветку. Я ее купила на Farfetch'е. Она обошлась там мне на порядок дешевле, потому что я правда заходила в Гуми, у них есть свой официальный бутик-коуч. Мне так давно открылся, и там сумка стоила, ну, прилично дороже, тысяч на десять. Вот, так что не видела смысла вообще покупать ее вот так вот оффлайн, если на Farfetch'е она стоила просто, ну, дешевле значительно. Ну, сумка эта, мне больше нравится носить ее вот так вот, то есть как на плечо, но у нее также есть и плечевой ремень. Сумка очень красивая, чем-то напоминает сейчас Prada Nylon Bag, который я просто ненавижу. Мне они прям вообще не нравятся, а эта сумка просто, ну, очень миленькая, несмотря на то, что, в принципе, коричневый цвет не совсем мой. Еще в школе я мечтала пойти на выпускной с сумкой Vogue, Chanel Vogue. World on Chain расшифровывается, то есть это дословно кошелек на цепочке, но тогда не было финансовой возможности. Я решила, что мне нужна какая-то альтернатива, у меня не было вообще клатча, и я купила вот такую сумку Saint Laurent. Вот так она выглядит. Я не знаю, как она называется, может быть, Evelyn, я не помню точно. Вот, она красивая. Вот, так выглядит. В нее не помещается ничего. В нее вот такая вот удобная цепочка, то есть вот. Но красивая, мне она очень нравится. Я ее ношу не часто, потому что, ну, на самом деле, немного в нее помещается, но красивая. Я думаю, может быть, летом я ее буду почаще наносить. У меня есть две очень красивые сумки на лето, две очень недорогие сумки, и я могу вам их посоветовать, если вы в поиске какой-то классной, реально стильной сумки на лето. Это бренд украинский YoYarn. У них плетеные вот такие сумки. Вот такая сумочка у меня появилась год назад, летом. Это корзинка, вот, плетеная, ручной работы. И очень красивая вот здесь вот решение, такая ткань в горошек. Там также можно выбрать однотонную, и также ткань в горошек бывает разная. Мне очень нравится серая, еще там очень красивая была, такая бежевая. Эта сумка очень удобная. Единственное то, что не всегда удобно вот так вот, ну, то есть быстро, да, оп, открыл-закрыл. Не всегда удобно, но зато с точки зрения защиты очень здорово. Получала очень много комплиментов, и думаю, что буду и дальше продолжать получать вопросы, откуда эта сумка, и какая она красивая. И на вот это лето, которое, надеюсь, у нас будет веселым и подвижным, а не дома, я заказала еще одну сумку. Это у них новая коллекция, увидела я ее в марте, и заказала. Они, в принципе, да, ну, я очень рада, что они решили сделать вариант поудобнее. Вот такая вот маленькая сумочка с такими жемчужными ручками и плечевым ремнем, что просто не может меня не радовать. То есть ты вот так ее повесил, и все, в принципе, горе не знаешь, ходишь. Вот такая вот тут ткань. Да, место, конечно же, поменьше. Сумочка менее вместительная, но удобнее. Подолжу свой рассказ о более-менее недорогих моделях сумок. Это сумка Фурла. Я так долго думала, нужна ли мне эта модель или нет. Сумка Фурла Метрополис. Их культовая модель, за которую, в принципе, они и прославились. Но в прошлом году я решила заказать ее. Носила я ее один раз. Честно вам признаюсь, один раз. Но думаю, что этим летом я ее выголю, потому что будут поводы. Сумка очень красивая, неудобная. В принципе, имеет место быть такой цвет. У меня розовых сумок не было. Покупала ее на Farfetch за приемлемую стоимость, потому что также в офлайн-бутиках в Москве они стоят просто каких-то нереальных денег. Возможно, в будущем я ее отдам бабушке. У меня бабушка все время приходит ко мне и говорит, «Настя, ну что там у тебя, косметика? Сумки есть что-нибудь?» Она говорит, «Нет, бабушка». Так что, возможно, скоро эта сумка порадует мою любимую бабушку. Из таких более-менее недорогих сумок это бренд Карла Герфельд. Вот, очень красивая сумка. Мне очень нравилась. У них была старая коллекция с таким прям твидом. Это не твид, но что-то приближенное. Очень красивая сумка. Купила я ее где-то два года назад на Farfetch любимом на распродаже. Вот, сумка очень классная. Она очень вместительная. Это не самый маленький размер и не самый большой, что-то такое среднее в них. Вот. Тут очень много кармашков. Вот здесь вот раз кармашек. Внутри. Вот кармашек. Внутри она тоже очень вместительная. Кожа мягкая. Вот. Ношу я чаще всего ее на длинном ремешке внутри сумочки. Но также можно носить вот так вот. Но мне сейчас неудобно. Вот смотри. Вот. То есть сумка, ну, нет. Как бы с меня она спадает. Дальше сумочки пойдут более дорогие. Я не буду озвучивать прям стоимость. Но, в принципе, я решила начать с более таких демократичных моделей. Вот такая вот сумка у меня есть. Это 3.1 Philippe Lim. Бренд. Как бы более низкая, как сказать, не низкая, а более демократичная линия бренда Philippe Lim. Это 3.1 Philippe Lim. Эти сумки, не помню, как они называются. Правда, не помню. Очень-очень известны. Особенно вот раньше они прям были хит-хит. Правда. И я ее очень хотела. Называется эта модель Pashley Mini Satchel. Также это модель мини. Есть больше. Я думала между более большим размером и маленьким. В принципе, я рада, что решилась на вот такую вот сумку такого размера. Цвет я хотела красный. Это точно. Эта сумка я покупала на Farfetch'е на Черную Пятницу в 2018 году. Вот, осенью 2018 года. Купила я ее очень-очень недорого. И я очень-очень довольна. Эту сумку ношу не часто, но красная сумка иногда мне очень нужна. И эта сумка прям супер-супер красиво смотрится. Я очень люблю носить красные сумки, когда на нее нужно делать акцент. То есть, например, образ весь черный, да, и красная сумка. Это для меня просто супер-сочетание. Очень удобная сумка. Это Gucci Disco Bag. Вот такая вот. Она очень вместительная. Я считаю то, что если, ну, девочка, да, хочет какую-то себе достаточно одну дорогую сумку, купить первую, возможно, да, то очень здорово начать с такой сумки, потому что, во-первых, расцветки, да, есть вот такой цвет, есть также черная и красная. То есть, как акцент. Но советую выбирать между вот этим цветом и черной. А лучше вот этот, потому что он, на самом деле, подходит прям ко всему. Очень-очень удобная сумка. Такой у нее акцент в виде кисточки. Вот, ну, логотип, да, понятно, но сумка красивая и очень вместительная. Прям очень. И по моему опыту я ношу с вами много вещей. Обещается все. И хватает места, и место даже остается. Поэтому советую. Покупала я ее на сайте MyTeresa, по-моему, да. Когда еще не было такого налога, то есть там был лимит 1000 евро. Сейчас лимит, к сожалению, 200 евро. Итак, следующая. Это вот такая вот сумка бренда всем известного Gucci. Гуси. Это такая модель. Называется она что-то там с цветами, да. Ну, вот именно эта вот роспись сзади тоже все расписано. И также тут замша розовая. Сумка, могу сказать, неудобная. В нее не помещается ничего. Абсолютно. Но красивая. Очень. Прям очень красивая. Я считаю, что это одна из самых красивых сумок в моей коллекции. Сейчас я встану и покажу. Вот так она выглядит. Ну, прям красотка. С ней хожу, там, какие-то выходы, то есть мероприятия, театр. Также можно на свадьбу к подружке надеть. Ну, правда, очень красивая сумка и подходит ко всему. Дальше одна из самых базовых моделей в моем гардеробе сумок это Louis Vuitton модель, как она называется? Почет Метис. Эта сумка очень популярная у этого бренда. И на нее остановится очередь. Очень интересная история, которую я, наверное, никому не рассказывала. Эту сумку я решила купить в августе 2019 года. И я собиралась поехать домой. Ну, то есть на каникулы, на пару недель. И мне говорили, что сумку нужно ждать месяца 2-3, а то и 6. И я решила, что все, я ее хочу. Я оставила заявку, предположим, да, в пятницу. И в субботу я там собираюсь домой. Ну, чемодан собираю. И мне звонят из бутика и говорят, вот, здравствуйте, ваша сумка приехала. То есть один день эта сумка стала моей. Я очень быстро за ней поехала, чтобы успеть ее купить до отъезда. Вот, эта сумка так вот стала моей. Очень удобная сумка. Она сейчас у меня набита вещами, потому что сейчас я с ней, если в магазин иду, я выхожу с ней. То есть, ну, она правда вся наполненная. То есть там кошелек и паспорт, и ключи у меня есть. Короче, все есть. Вот, так что очень удобная сумка. И я, в принципе, да, советую, вот, или вот эту, да, модель, вот эту вот. Но это дешевле, это в два раза дешевле. Вот. Вот эти две модели прям очень-очень удачные. Еще одна сумка, это Валентина. Валентина, короче, не помню, как она называется. В такой кожей икре. Мягкая кожа. Также ручка, цепочка. Красивая сумка, сейчас тоже покажу. Смотрится тоже красиво. Вот. Я мечтала о такой черной, но я купила ее на распродаже. В ЦУМе. На порядок дешевле. В принципе, я не расстроена, правда. И мне она очень нравится. У меня сумка от CELINE. Вот такая вот бокс. Старая модель. Я ее купила не в бутике, а у человека. Она оригинальная. Я проводила аутентик. То есть, ну, есть такая диагностика. Вот. Сумку эту не часто ношу, почему-то. Вот. Но кожа такой сейчас уже CELINE не выпускает. Вот. Сейчас она у них гладкая. У боксов. Вот. Но сумка красивая. Сейчас покажу. Вот. Сумка прям базовая, красивая. Вот. Мне нравится. Следующая сумка Dolce & Gabbana. Это моя одна из самых первых таких брендовых сумок. Dolce & Gabbana CECILIA medium. Цвет такой прям популярный у этой модели. Вот. Есть такой вот ремень. Мне больше нравится она в таком вот, в таком вот ношении. И именно не вот, ну, не на руке, да. А именно вот, когда девочки носят вот так вот ее, за короткую ручку. Очень красивая. Я снимала на нее отдельное видео, что в моей сумке. Оставлю видео внизу. И одно из моих немногих видео, такие, где я сижу и рассказываю вам о чем-то. Поэтому долго останавливаться не буду. Следующая сумка также у меня одна из самых первых брендовых. Это Louis Vuitton. Она помята у меня, простите. Вот. Louis Vuitton Speedy 35. Вот она. И на ней у меня также маленькая сумочка. Это Louis Vuitton mini pochette. Вот. Очень удобное решение было повесить сумку, потому что вот эта сумка в Speedy, она красивая. Но, зараза, вот так все в ней валяется. И найти ключи для меня самая проблема, потому что я быстрее хочу зайти домой. Ну, вот, если откуда-то возвращаюсь, я уставшая. И мне так, я вообще, для меня самое тяжелое, это искать там ключи. Поэтому ключи у меня вот здесь вот, в этой сумочке маленькой. И я беды не знаю, открываю, и я просто счастлива. Вот. Сумка очень удобная для, для там, работы, учебы. Но в ней только вот такие вот ручки. То есть, эта модель без плечевого ремня. У нее такой загар появился. Вот. Так что сумка уже, да, не новая. Но любимая, правда. Одна из новых сумок у меня от CELINE. Это такая вот их усатенькая модель. Усико здесь. Вот эта сумка очень удобная для учебы. И она очень-очень классно смотрится в плане классики. То есть, я эту сумку прям очень люблю. Смотрите, да. То есть, она очень-очень стильная. Тут не видно, наверное. Вот. Очень-очень красивая и вместительная. То есть, то, что я искала, то, что мне нужно было, я от нее получила. Вот. Эта сумка, я считаю, что классика CELINE. Они ее не вывозят из ассортимента. Она у них есть постоянно. Она постоянно стоит на витринах и постоянно приковывает мое внимание. То есть, даже тот факт, да, учесть то, что эта сумка у меня есть. Я чаще всего там вот не смотрю на сумки, которые у меня уже есть. Ну, как-то вот цель выполнена, да, то есть все. А вот эта сумка привлекает мое внимание все время. И я думаю о том, как же здорово, что она у меня есть. Последняя сумка, которую я вам сегодня покажу, это сумка-мешок ТОЦ. Я ее купила себе на день рождения, показывала во влоге с моего дня рождения. Оставлю ссылку внизу. Это мешок, в который помещается абсолютно все. Она также, значит, набита вещами. Вот. Очень-очень удобная сумка. Я к ней прямо привыкла. Поэтому также посмотрите видео с моего дня рождения. Там я ее показывала поближе прям. Вот. Также не буду долго останавливаться. У меня также есть еще одна сумка. Она новая, последняя, купленная. Я хочу снять о ней отдельное видео, показать с ней образы. Вот. Потому что эту сумку я прям очень сильно хотела. Я о ней мечтала. Вот. Всем огромное спасибо за просмотр. Я надеюсь, что видео это было вам интересно. Напишите вам, какая понравилась больше сумка, какую бы вы себе хотели сумку в будущем купить. Всем желаю иметь красивые сумки, которые вы хотите. Всем большое спасибо за просмотр. Всем удачи. Спокойного карантина. Выстить его, выдержать. Всем хорошего дня. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok